Всем привет! Сегодня мы с вами разберем очень простой блюз. Для начинающих я сначала покажу, как он играется, а затем уже наглядно объясню, что и как играть. Поехали! Вот такая вот композиция, очень простая. Давайте разберем. Значит, здесь всего три аккорда. Первый аккорд ЕМ7, второй аккорд А7. Третий аккорд это... Аккорд называется Б плюс 9. Джазовый аккорд. Ставим аккорд Е7. Бой идет вниз-вверх. Вообще, такой темп называется темп свинга. То есть, если у нас обычные восьмые идут просто 1-и, 2-и, 1-и, 2-и, то темп свинга немножко идет с задержкой. То есть, 1-и, 2-и, 3-и, 4-и. То есть, такой качевый ритм. Именно в этом блюзе нужно применить этот ритм. Значит, играется бой всегда вниз-вверх. Можно сначала на одном аккорде потренироваться и играть именно вот этот ритмический рисунок. И теперь я показываю, как играется сам блюд. Играется вниз-вверх. Зажимается второй лад. Вторая струна. И мизинец идет на третий лад. Вторую струну. И обратно. Еще раз в медленном темпе. Вниз-вверх. 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 Повторяем это. Еще раз. Сыграли. Далее следующий аккорд. Этот палец остается. Берется аккорд А7. Играется тот же ритм. Но уже мизинец идет на второй лад первую струну. Вниз-вверх. И мизинец движется на третий лад первую струну. Умножим. С повтором играется. Далее мы опять приходим на аккорд Е7. Играем с повтором. Здесь, внимание, сложный аккорд. Он берется как H7 или B7 или H7, но с мизинцем на третьем ладу на второй струне. Звучит это так. Пятая, четвертая, третья, вторая вместе, четвертая. И опять третья, вторая вместе и четвертая. Затем движение идет басом. То есть мы играем второй лад. Первый. И идем к пятой струне. И затем идет вот такой пассаж, который нужно будет отдельно проработать. Триольный пассаж, где по три нотки акцент на каждую первую дуру. Давайте потренируем. Значит идет у нас пятый бас. Сдергивание. Прием пулов или легато. Сдергивание идет мизинцем. Раз, два, три. Дальше идет сдергивание на второй струне третьего лада. Далее мы идем на второй лад. Третьей струны тоже идет сдергивание. Когда играете сдергивание, старайтесь играть не просто вверх поднимать палец, а что-то среднее между просто поднятием пальца и срыванием защипыванием левой рукой. Потому что если просто вверх поднимется, звука не будет. Если будете перебарщивать с тем, что будете слишком сильно сдергивать, можно будет задевать соседние струны. Дабы этого исключить, нужно просто найти баланс, золотую срезину. Играется нота и сдергиваете струна. Дальше мы идем на второй лад четвертой струны. Сдергиваем. Первый лад пятой струны. Сдергиваем. Здесь можно, кстати, взять прием вибратор. Прием, присущий электрогитаристам или гитаристам, играющим на акустической гитаре с железными струнами. Суть очень простая. Играется нота и затем создается такая вибрация пальцем. То есть тоже можно отдельно потренировать. В темпе это звучит так. Что касается пальцев правой руки, здесь вы можете играть по принципу того, что за первую струну отвечает палец А, за вторую палец М. И за третью струну палец А. Электрые профессионалы играют вообще все одним пальцем. То есть у них идет такое скольжение. В общем, как вам удобно. Вступление играется таким образом. Два раза играется шестой бас открытый. Четвертый лад на шестой струне два раза. Пятый открытый два раза. Первый лад пятой струны два раза. И приходим на второй лад. Подписывайтесь обязательно на мой канал. И сделайте так, чтобы колокольчик стал серым цветом. До новых встреч. Пока-пока.